Всем привет! Сегодня я расскажу, как готовить мое коронное блюдо, торт муравейник. Этот торт очень любил мой брат, и я часто для него его готовила. Поэтому вот сегодня, так как я его недавно готовила, на 8 марта мы с мамой решили испечь торт, расскажу и покажу способ его приготовления. Итак, для теста муравейника нам понадобится 2 яйца. Пол стакана сахара, пол чайной ложечки соды, пол стакана молока, но у меня молока сегодня нет, будет сметана, немножечко разведенная водой. 150-200 грамм маргарина, маргарина нет, будет масло. И 4 стакана муки. Для теста я взяла вот такую вот неглубокую посудину, тазик. А мерочным стаканом будет моя любимая крошка. Keep calm, it's only Christmas. Итак, разбиваем яйца. Так. И вот так. Так, насыпаем пол стакана сахара. Такой серебристый сахар. Отлично. Теперь все это взбиваем. Так, теперь сметана. Ну, точнее, надо пол кружки молока. Ладно, вторая стакана. Ну, мы возьмем, допустим, 2 столовые ложки сметаны и зальем водичкой. Немножечко зальем. И у нас получится такое вот молоко. Сюда еще надо добавить пол чайной ложки соды. Теперь все это взболтаем заново. Ну, и теперь надо добавить 4 стакана муки. Теперь все это аккуратненько размешиваем. И плюсом к этому добавляем еще масло. Я уже подтаяла. Ну, вот такое тесто должно получиться. Что-то наподобие хлебного или пельменного. Вот. Взбили. Надо вот слепить вот такие пирожки, так скажем. Положить на тарелочку и в морозилку на 2 часа. Ну, вот такие кусочки получаются, как картошины. В морозилочку на пару часиков. Что там? Поехали. Нальем масло на противень. Все это размажем. Хорошенечко. И теперь натирать будем тесто. Макронесла его. Из дома на терке. На вот этой вот крупной. Терку приходится держать на весу. И это самое главное неудобство в изготовлении торта муравейник. Раньше это мне делал брат. Когда просил меня сделать ему муравейник. Ну, вот так вот по всему периметру противня пытаемся натереть на терке вот эти вот замороженные куски. Такая вот полная стружка должна лежать на нем. И теперь в духовочку отправляем запекаться. Закинем 200 грамм масла. Это для начинки. Вот сюда. В кастрюльку я буду скидывать все стружки. И вот мы сварили сгущенку. Одна сварилась более-менее, вторая не очень. Поэтому пока одну будем использовать. Надо вообще банку. Ну и может быть чуть-чуть еще сверху. Еще пол баночки. Ну, вот что-то там уже запекается. Хорошо, когда подгорит немножко некоторые, как их назвать, некоторая стружка, и это получается муравьи. Можно так сказать на горке. Первая порция готова. Можно выкладывать в кастрюльку. Где потом буду все это перемешивать. Ну вот, в кастрюльке мы все перемешаем. Раздравим немножко вот эту всю соломку. Вот еще темные получаются. Это будут у нас муравьишки. Надо, чтобы хоть что-то подгорело, чтобы выглядело, как будто муравьи ползают по этой кучке. Брат у меня всегда говорит, о, опять подгорело. Я говорю, так муравьев не будет, муравейник не получится. Как красиво у нас сегодня снег идет горизонтально. Ну, в общем, надо приготовить поднос для муравейника. Я вот взяла такой вот розовенький. Купила его, по-моему, где-то в Лондоне. По-моему, в магазине Тайгер, если я не ошибаюсь. Обычно я использую круглый поднос, но у мамы его нету в доме. По-моему, остался у меня. Вот, сейчас мы сюда будем насыпать муравейник. А пока перемешиваем все это с маслом. Масло там уже у нас на дне, наверное, растаяло. Челсеныш пришел. Ждешь тортика? Вкусняшечку, скажи, хочу. Хочу вкусняшечку. Дайте мне вкусняшечку. Что там у тебя? Ждет. Все ждут тортика. А тортика еще нет. И вот. С маслом вроде перемешали. Но получается суховато. Может быть, еще придется масло добавить. Но это мы посмотрим после того, как мы добавим сгущенку. Да, Челсен? Ей нравится. Мамин цветочек уже так хорошо расцветает. Такой красивый. Бутончик. Кто тут? Кто тут, что выкрашивает? На. Уронила. Вкусня? Вкусняшечка? Еще хочешь? Еще будет потом, когда тортик будет готов. Все. Иди, жди. Иди, жди готовности. У нас еще один противень должен сюда попасть. Пока мы размешали. Три противня уже получилось. Будет четвертый и все. Теперь заливаем сгущеночку. И опять все это хорошенечко размешиваем. Ну вот, перемешали. Теперь все это высыпаем горкой на противень. Вот такой вот у нас муравейничек. Насыпается кучка с муравьями. Так, и теперь этот тортик надо будет поставить в холодильник. Ох, какой тяжелый. Вот такая красота.